Нам едут БТР. Ярославскую область проверят на радиационную, химическую и биологическую безопасность. Десятки военных разместятся на полигоне Песочной. Суд встал и вышел. Ярославские фемиди сегодня угрожали. Электронные письма о минировании получили областной суд, а также городские и районные. Придут лечиться, заодно поплавают. В Ярославле проинспектировали ход и качество работ на строящейся детской полиглинике. Здесь уже появилась чаша бассейна. Лебедь в Рыбинске. По железной дороге там проехал раритетный советский грузовой паровоз. Его называют также Победой и Лебедянкой. Расскажем, почему. Здравствуйте. В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Юлии Тихомирова. Ярославская область примет армейские международные игры 2020-го. Соревнования экипажей радиационной, химической и биологической защиты «Безопасная среда» состоятся на полигоне Песочная с 23 августа по 5 сентября. Армейские испытания пройдут в три этапа. Индивидуальная гонка, огневая подготовка, эстафета. В ходе выполнения заданий конкурса военнослужащие будут применять БТР с комплектом специального оборудования, приборы радиационной, химической разведки и общевойсковой фильтрующий защитный комплект. Победители и призеры определятся по полученному командой наибольшему количеству баллов за все этапы. Ярославской Фемиде сегодня угрожали. Ряд судов остановил работу из-за писем о минировании. Об этом городскому телеканалу сообщила пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова. В информации говорится о том, что письма с угрозами поступили на электронные почты в обед. Из зданий эвакуировали сотрудников и посетителей. На место прибыли экстренные службы. Заминировали в кавычках часть районных городских судов, а также областной. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, с каких адресов пришли сообщения. Незадолго до эвакуации свой приговор в Кировском районном суде услышал директор комбината питания. Владимира Руденко сегодня взяли под стражу. Его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Организация, в которой Руденко занимает руководящую должность, поставляла лечебное питание в Ярославскую психбольницу. Суд признал, что в молочных кашах не хватало сухой белковой смеси и она не закупалась в необходимых количествах. Потерпевшая сторона – областной Депздрав. Сумма ущерба – более 13,5 миллионов рублей. Ее Фемида постановила взыскать с Владимира Руденко. Сторона обвинения согласна с оценкой доказательств, которую произвел суд. В частности, суд обоснованно признал несостоятельными доводы стороны защиты о том, что осужденный у нас регулярно приобретал сухую белковую композитную смесь и впоследствии она добавлялась в молочные каши пациентам психиатрической больницы. Поскольку данные доводы стороны защиты были опровергнуты совокупностью доказательств, которые были представлены стороной обвинения. Обвинение просило пять лет. Суд учел смягчающие обстоятельства. Хроническое заболевание, участие в общественной жизни Ярославля, положительные характеристики и многочисленные благодарности. И то, что ранее Руденко к уголовной или административной ответственности не привлекался. Сторона защиты приговора намерена обжаловать. Как ранее городскому телеканалу пояснял сам подсудимый, смесь закупали и исправно добавляли в каши. Однако в целях экономии пользовались услугами неофициальных поставщиков, предлагавших цену ниже. Расплачивались наличными, а документы за ненадобностью долго не хранились. Материалы дела относятся к 2016-2017 годам. Садовый инструмент, металл, строительные материалы и даже одежда. Все это становится добычей воришек. С начала года зарегистрировано около 300 краж с дачных участков и домов. Наш корреспондент Александр Захаров знает, как ярославцы защищают свое имущество от воров. Лет 8 стоял, снимал туда, оставил. Вечером уехал, поставил, втром приезжаю, нет. Все. Евгений Таганцев сокрушается о самоваре, за которым вместе с семьей чаевничал в тихие дачные вечера. Вещь пропала накануне без следа. По-видимому, семейная реликвия попала в поле зрения воришек, которые активизировались с наступлением дачного сезона. Кражи происходят довольно-таки часто из садовых домиков, с садовых участков. Воруют практически все. Металл, бытовую технику, значит, бензопилы, бензокосы, урожай. Вот, даже несозревший урожай воруют все. Одно время, говорит председатель в садоводчестве, даже орудовал самый настоящий клептоман, оказавшийся пациентом местного профилактория. Тут был один клиенток, ему свои же ноги руки переломались на Шонском. Воровалось все подряд, все. Даже нижнее насильное белье, которое БО было, да. Сейчас, в свете того, что он в местах не столь отдаленных, ну, как бы стало чуть-чуть потише. Он приходил днем, когда нет садоводов. Некоторые дачники, говорит председатель, обращаются в полицию, но в основном все машут рукой. Предпочитают защищать имущество иными способами. Чтобы хоть как-то уберечься от воровства, дачникам приходится ставить глухие заборы, дабы злоумышленники не видели, что лежит на частной территории. Однако по СНИПам участки должны проветриваться и огорожаться вот таким чистоколом. И в этом заключается весь парадокс. От нападений воришек могут спасти умные замки, сигнализация, видеонаблюдение. Однако не все могут себе это позволить. Да и управлению садоводством пока что не по силам справиться с кражами. Нужна постоянная охрана, а средств нет. Сложность раскрытия данных преступлений, по словам правоохранителей, состоит в том, что между фактом кражи и ее установлением проходит большое количество времени. Злоумышленники успевают заметать следы и сбыть краденое. Поэтому советы полицейских следующие. Помните, что свое время на обращение в полицию существенно увеличит шансы задержать злоумышленника и вернуть похищенное имущество. При обнаружении кражи из дома дач или из садоводческого участка незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02. При этом примите все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления. За 7 месяцев текущего года в области зарегистрировано более 270 краж с дачных участков. Половина из них раскрыта по горячим следам. Александр Захаров, Михаил Орлов. Новости города. Ярославцы стали чаще жаловаться на банки. За полгода свое недовольство их работой высказали около 2000 жителей области. Более 700 из них по поводу процедуры предоставления кредитных каникул во время пандемии. Наплыв жалоб пришелся на первые месяцы их введения, то есть апрель-май. Также немало вопросов у ярославцев вызвали потребительские кредиты и ипотека. А вот в сфере страхования, напротив, количество претензий сократилось на четверть. В частности, водителей по поводу расчета коэффициента за безаварийную езду при заключении договора ОСАГО. Заметно меньше стало жалоб по поводу микрозаймов. Информацию городскому телеканалу сегодня сообщили в Ярославском отделении Банка России. Число ярославцев, заболевших ковид, за сутки увеличилось на 42. Информацию городскому телеканалу сегодня сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. В итоге, с начала пандемии в области 6542 человека заразились новой инфекцией. Выписанных за сутки 38 умерших за период эпидемии 32. Таковы официальные данные на 13 августа. Другим темам выпуска. К концу года четыре этажа. В Ярославле проверили ход и качество работы на строящейся детской поликлинике во Фронзенском районе. Современное медучреждение возводят на улице Попова у второй больницы. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Алена Стецук тоже побывала на стройке. Первый этаж в процессе, оставшиеся три за осень. Возведение детской поликлиники в графике. Ее востребованность среди жителей велика. Вопрос актуальный, потому что район большой, район расширяется. Здесь очень много домов строится. Поэтому будет как минимум не лишним заведение в сфере здравоохранения. Новостроек много, домов много. Все с детьми, молодые семьи, чтобы не сидеть в очередях. И далеко доступность ездить, чтобы поближе было. С открытием детской поликлиники к ней прикрепят большую часть Фронзенского района. Новое медучреждение сможет принимать тысячу человек в день. Работать будет в две смены. Пока будущие пациенты наблюдаются в других условиях. Сегодня поликлиника находится на улице судостроителей. В первом этаже жилого дома. Там все очень достойно, чисто. Но я хочу сказать, очень тесно. И все уже не соответствует нынешним потребностям. На первом этаже разместится зона ожидания и регистратура с сенсорными информатами, цифровым табло, гардеробом и колясочными. Потоки здоровых и больных разведут по разным входам. В здании расположится клиника-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения. Появится кабинет компьютерной электроэнцефалографии для диагностических обследований головного мозга. Будут созданы комфортные условия для малышей и мам. На этажах предусмотрены детские игровые, комнаты кормления. Интересной особенностью новой поликлиники станет бассейн для грудничков. Уже вырисовываются его контуры. К примеру, это заход в воду. Здесь маленькие детки с мамочками и под наблюдением специалистов смогут заниматься лечебной физкультурой. Трудятся над возведением поликлиники полсотни рабочих. Сейчас строят первый этаж. Сейчас идутся работы по гидроизоляции стен подвала. После этого планируем начать обратную засыпку и плюс делать входные группы. Также ведем работы по обустройству тепловых сетей. И когда уже начнем закрывать периметр, подключить тепло для того, чтобы была возможность делать внутреннюю отделку. Приступить ко внутренней отделке планируют в новом году. А полностью завершить строительство подрядчик должен в конце 2021-го. Алена Стецук, Максим Сушанов, Новости города. В областном центре завершается подготовка к отопительному сезону. С начала года на сетях, обслуживаемых ярославскими энергосистемами, выявлено чуть более тысячи дефектов. 865 из них устранены. Продолжаются капитальные ремонты. Елена Златоустовская рассказывает. С начала года капитально отремонтировано уже более 6 тысяч метров сетей, находящихся в ведении ярославских энергосистем. Это несколько больше, чем годом ранее. Однако капитальные работы продолжаются круглый год. Капитальные ремонты у нас ведутся. Они у нас не перестаются вестись и зимой. Мы зимой просто более тщательно подготавливаемся, делаем заготовки и отключения, которые жители у нас даже не замечают. На данный момент осталось 140 дефектов. Основные гидравитетические испытания проведены. Осталось 10%. Это мелкие источники. В соответствии с графиком они в течение двух недель будут проведены. Именно гидравлические испытания выявляют незапланированные в плане ремонта участки, поскольку городские сети довольно изношены. Так случилось и на Тутаевском шоссе. Данный участок в рамках подготовки к отопительному сезону был опрессован. Проверены гидравлические испытания, выявлены дефекты. В связи с тем, что благоустройство уже нарушено на данном объекте, было принято решение обследовать. При результате обследования было выявлено, что участок дефектный. Толщина трубы была критичной, поэтому, чтобы ничего не случилось с социально значимым объектом в холода, решили произвести капитальный ремонт полностью всего участка. Это капитальный ремонт, участок теплотрассы, четырехтрудного исполнения, отопление диаметром 159 мм и горячее водоснабжение 50 мм диаметром. Проблема в том, что приличная часть из 60 ремонтных метров находится на территории детского садика, поэтому работать приходится очень аккуратно. Ремонтники укладывают современные предизолированные трубы с увеличенным сроком службы. После монтажа здесь будет смонтирована система дистанционного контроля, чтобы постоянно отслеживать этот участок трубопровода. Сейчас идет замена труб системы отопления, затем настанет черед горячего водоснабжения. Елена Златоустовская, Игорь Мосин, Новости города. И в продолжении темы. Ярославль будет готов к отопительному сезону к 1 сентября. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов. Общая готовность на сегодня 85%. Это касается и жилого фонда, и социального сектора. В начале лета выявили свыше 1200 дефектов на наружных сетях. На сегодня устранено 85%. Отстают Красноперекопские и Ленинские районы из-за большего количества дефектов. Решение, когда включать отопление, принимают городские власти. Обычно это октябрь. Однако могут и раньше, но если столбик термометра пять дней подряд не превышает отметку плюс 8 градусов. Зимой проблем с отоплением возникнуть не должно. А вот за проблемы летние, ненадлежащее качество горячей воды в домах, отвечать придется перерасчетам. С перерасчетом надо отметить, что достаточно бюрократически процедура сложная. То есть для перерасчета нужно вызвать управляющую организацию, зафиксировать это актом. Если это вина управляющей организации, значит, по ее вине, значит, это внутренние сети. Но управляющая организация, как правило, составляет следующий акт уже с ресурсно-снабжающей организацией на границе раздела в тепловом узле. Они выясняют, откуда идет именно ресурс ненадлежащего качества. Учебники за 155 миллионов рублей. Такая сумма выделена из областного бюджета на закупку пособий для ярославских школьников к новому учебному году. Всего в регион поступило 287 тысяч книг. Об этом городскому телеканалу сегодня рассказали в Белом доме. Учебники направлены в школы. Они закуплены по основным предметам. Например, для первых классов, кроме русского языка и математики, пришли литературное чтение и окружающий мир. Для шестых и одиннадцатых – история, общество знания, география и другие. В 49-ю школу Ярославля поступило более 2000 книг. Но кроме этих, за собственные средства закупили 270 учебников по английскому языку. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала. О событиях четверга вместе со мной Юлией Тихомировой рассказывают корреспонденты информационной службы. Ярославль вошел в топ городов, где приятно встречаться. Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха. Опрос проводили в социальных сетях. Выяснилось, что большинство туристов назначают встречи в культурной столице. Второе место досталось Ялте. Бронзу получил Сочи с 17% россиян, которым приятнее всего встречаться в главном курортном городе Черноморского побережья. Наконец, у Ярославля восьмое место, а замыкает топ-10 Екатеринбург. Встречаться в Ярославле порой действительно интересно. Бараны на проезжей части. В ярославском сегменте Рунета пользователи активно обсуждают видео о главными героями, которого стали парнокопытные. Очевидец снял, как парочка, в Брагине пересекает дорогу. Направились бараны в сторону центра. А вот откуда вышли, остается загадкой. Кстати, увидеть барана – к успеху. А увидеть барана с густой шерстью – к богатству и достатку, чего и вам желаем. А вот к другим четвероногим ярославцев приглашают в гости. В субботу в муниципальном приюте пройдет день открытых дверей. Питомник расположен на базе спецавтохозяйства. Там содержится порядка 70 собак разных пород, возрастов и, конечно, характеров. Однако, каждая готова жить с человеком в квартире или доме. Любой желающий сможет познакомиться с обитателями приюта и, возможно, вернуться к родным в компании хвостатого друга. Суббота – Московский проспект, 110А. Вас ждут с 8 утра до 8 вечера. По Рыбинску проехал советский паровоз. Модель L3108 еще называют «Победой» или «Лебедем» отечественного локомотивостроения. Аналогичный раритет установлен на привокзальной площади Рыбинска. Его вес – 140 тонн. «Лебедем» именуют не случайно. Это грузовой паровоз конструктора «Льва Лебедянского». Изначально он носил литеру «Победа», но с 47-го получил «Л» по имени создателя. Иногда его еще называют «Лебедянкой». Эти атмосферные картины рождаются из зарисовок размером с печечный коробок. Вместе с замыслом автора полотна растут, насыщаются красками, а потом вливаются в целые живописные серии. В Ярославле открылась персональная выставка молодого члена Союза художников России. Пока для своих. Антон Братыкин представил результаты пятилетней работы. «Сумма дней» – так называется экспозиция – предоставит зрителю возможность почти на ощупь прочувствовать полет художественной мысли. Елена Третьякова считала сумму дней. Паразаичные свежевыстиранные простыни в Венеции превращаются в паруса. Спиленное дерево становится аллегорией жизненного финала. Даже чугунная ванна, оставленная про запас в огороде, в лунном свете манит загадочной глубиной. Таким необычно обычным и близко далеким получается мир на полотнах Антона Братыкина. Свет луны или какого-то фонаря высвечивает вот эти вот четкие ряды посаженных капусты, укроп разновеликий, образуются тени, образуется какой-то рельеф другой местности. Абсолютно мистические свойства приобретают предметы, которые стоят у всех на огородах. Это вот ванны, это стулья. Антона в июне исполнилось 40. В его семье художников нет, но живет любовь к живописи. Папа собирал альбомы с репродукциями, показывал сыну и последний проникся, и сам начал брать кисть. В 23 окончил художественное училище, еще пятилетку спустя стал членом Союза художников России. В прошлом году лауреатом областной опекушинской премии. Жюри проникло с его размышлениями о судьбе российской деревни, но не только родина вдохновляет. Два года назад побывал в Италии. Первая встреча с узкими, как будто тупиковыми улочками Венеции вылилась в полотно под названием «Молчание». Идешь, и вдруг, просто в полной тишине, из-за угла, как из кулис театра, выплывает черное, огромное, они же большие, такой объект, молча. И молча уезжает кто-то. Любимый материал масла для художника – оно живое и готовое на эксперименты. Работа притягивает взгляд и хочется не только рассматривать, но и трогать. Эту персональную выставку с сотней полотен автор назвал «Сумма дней». Каждый из них, и они вместе взяты, попытка удержать пойманное глазом художника мгновение. А зрителю через его призму почувствовать что-то свое. Елена Третьякова, Максим Сушанов, Новости города. И о спорте далее. Ярославский Лока успешно провел первые матчи межсезонья. Товарищеские встречи молодежка сыграла на выезде. Накануне железнодорожники взяли верх над Ступинским капитаном 5-2, а сегодня в Мытищах обошли местный атлант со счетом 3-1. В следующем матче молодежный Лока сыграет на дружеском турнире в Тульской области, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация. Результативность и мастерство подвели обе команды. Так главный тренер Шиникова прокомментировал ничью в минувшем поединке. На домашнем стадионе ярославцы принимали «Краснодар-2». Игра завершилась со счетом 0-0. Это четвертая встреча с южанами, которая завершилась с равными цифрами на табло. Правда, ранее коллективы показывали результативную игру. По итогам трех туров наша команда набрала 4 очка и расположилась на 12-м месте турнирной таблицы. Следующий матч черно-синий проведут в Калининграде против местной Балтики. Были моменты, могли они нас наказать. Мы должны были забивать, но подвела результативность, подвела мастерство, хладнокровие. И их, наверное, ребята, и нас в решающих моментах. Поэтому 0-0, но тяжело было. Честно скажу, было очень тяжело, потому что по целому комплексу причин уступали в скорости перемещения, в скорости работы с мячом, в скорости принятия решений. Пятница в российской столице может стать самым холодным днем августа. Воздух должен прогреться максимум до 17 градусов. И такая температура в итоге на 5-6 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям сентября. Плюсом дождь. В общем, в Москве в пятницу будет уныло. У нас также мои коллеги ответят на вопрос. О погоде на пятницу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. В последующие сутки до конца недели скоротечные дожди и северный ветер не позволят столбикам термометров подняться выше 18 градусов. Подробности о погоде в Ярославле далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточная система, профильные трубы. Металлопроф. 338-339. Ночью Ярославля небольшая облачность без осадков. Температура 8 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 752 миллиметра в тотома столба. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33-8191. Вне Ярославля облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура 18 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 753 миллиметра в тотома столба. Магазин «Мода». Фирменная мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. Уникальные и качественные бренды. Италии, Германии, Финляндии и России. Магазин «Мода». Советская 64. У меня в погоде все. В студии работала Ольга Муравьева. Отлично завершение недели. И пусть ваше настроение не зависит от погодных условий. До свидания. Когда-то давно тамплиеры собрали могущественный и сильный орден, который неоднократно доказывал свою состоятельность и скрывал немалое количество тайн. Причем некоторые дошли до наших дней. Тайна замка тамплиеров. Французский сериал Дидье Лепишора. Смотрите на городском телеканале через мгновение. Сегодня финал. Это все, что я успеваю рассказать. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграме. В студии работала Юлия Тихомирова. Приятного вечера и до встречи.